В детстве подземный переход, друзья мои, это было для меня что-то невероятное. В общем, в Яшкарале не было подземных переходов, да и в Казани как-то я не особенно их видел. И для меня было метро, что-то такое, знаешь, казалось, что метро. То, как я его себе представлял, это была абсолютная фантастика какая-то сновидческая просто, что такое метро. В Москве я первый раз побывал в 2000 году, в тот же год, весной 2000, меня привезли на прослушивание к великому скрипачу, к огромной личности скрипки, Эдуарду Давидовичу Грачу, ребята. Да, это у него такая фамилия. Как я сказал в своем первом, собственно говоря, проекте интервью, сначала первое, что мы записали, это интервью с Машей. Маша, привет, если вдруг ты смотришь это видео. Маша просто высококлассно провела со мной эту беседу, после чего уже родился. замысел мне самому проводить беседы, чем я и намереваюсь заниматься в июле. Ну так вот, в ходе этой беседы, которую я еще не опубликовал на этом канале, я сказал, мой папа поймал на улице Грача. Маша говорит, надо пояснительную бригаду вызывать, что это значит поймал на улице Грача. Так, блин, мне тут надо походу сделать, будет перевозить через отбойник. Ну что ж, я считаю, это вполне романтично. Сейчас я считаю, что мы это вполне запускно сделаем, и я даже не вляпался в птичье говно. Вот, а мой папа действительно был на улице Грача, он действовал через улицу, как я и сейчас сам действую. Он приехал в консерваторию и на улице его дождался, на улице его поймал. Не знаю, как он узнал до этого, когда он бывает или нет, я не знаю. Но, во всяком случае, я сейчас действую точно так же. Вот тебе лайфхак. Если ты хочешь, чтобы тебя там до кого-то достучаться, то надо только лично. По поводу дальнейшего моих интервью и так далее, вот этого. Я хочу, вот сейчас в июле оператор свободен, просто ударно снять несколько бесед, как можно больше себя в этом проявить, укорениться. Потому что это то, что можно, что называется, продать лицом, продать как товар. На этом можно установить рекламу, потому что канал, да, развивается. Спасибо благословенному YouTube. Да, мне иногда кажется, что медленно. Мне кажется, что установлен определенный блокиратор на количество просмотров. Потому что у меня тысячи, две тысячи. И успокаиваться на этом. Хотя кое-какие видео могли бы пробить в миллион, но пока не пробивает. Как раз беседы, во-первых, это можно будет пустить на рекламный ролик, на продюсеров. Во-вторых, это знакомство. Но самое главное, что именно вот этот замкнутый замысел общения двух планет. Понимаешь? Я бы хотел осуществить на свободную тему, без сценария. И сейчас вот владелец зеленой двери согласен. Я сейчас вот думаю, я ему все эти вещи, может, напишу. Потому что как только я прибуду из Казани, надо же будет без лишних договоренностей все это уже убить. Все это уже сразу снимать, потому что времени мало. И я могу тебе сказать, что времени у меня гораздо меньше, чем денег. И того и дубов мало. Но времени еще меньше. Ну а я двигаюсь пешком на точку, на улицу Гагарина. Где я, собственно сказать, базируюсь у тети. Вместе с мамой. И тут миллион chased у меня. И в то-моем. Мы вот так сделали через три. Идуб Wentler. А ты что? Yeah. Ну и聯 erhö. Ну и смысл-техомир. Почему сразу и те. Не смысл-техомная т funcion-тое. Продолжение следует...